Здравствуйте, дорогие соотечественники, уважаемые докладчики, судари и сударини. Серия конференций на тему артефакта древней истории Руси от имени русского общественного движения Возрождение Золотой Век объявляется открытой. Тема наших конференций выбрана не случайно. Сегодня вопрос об истории русского и других коренных народов России как никогда актуален, поскольку наша официальная история имеет очень мало общего с тем, что было на самом деле. А вот что было на самом деле, нам и предстоит разобраться на серии наших конференций. Хотелось бы отдельно поблагодарить сайт Ключи Познания за предоставленную интернет-площадку и помощь в организации конференций. Теперь позвольте представить докладчика в первой части конференции. Первый докладчик Виталий Красилов. Второй докладчик Артем Лобов. Меня зовут Алексей Соколов, я являюсь модератором сегодняшней конференции. Все мы являемся участниками русского общественного движения под рождением Золотой Век. Позвольте предложить следующий регламент. 30-40 минут выступления каждого докладчика. После выступления обоих докладчиков 20-30 минут мы будем отвечать на ваши вопросы. Наша конференция рассчитана на 2 часа. То есть первая часть конференции рассчитана на 2 часа. А сейчас слово предоставляется первому докладчику Красилового Виталия. Добрый вечер всем, кто сегодня уже сейчас подключился к нашей конференции. В общем, с чего хотелось бы начать? С приветствия, как всегда. Мы, когда читаем лекцию в помещении для людей, мы всегда представляемся, что мы участники русского общественного движения, это уже сказали. Маленько хотелось бы заостриться на том, что, кем является наш лидер нашего движения русского общественного. Вот о Николае Викторовиче Левашове хотелось бы сказать пару слов, поскольку это неразрывно связано и с темой лекции, и с тем, что мы делаем, и для чего мы это делаем. И что это, конечно, имеет важное значение. Николай Викторович Левашов, это не совсем обычный человек. Он является, во-первых, ученым, настоящим ученым, теми учеными, которые сейчас на себя регалии эти вешают, а именно настоящим ученым, академиком. И это подтверждает его труды, и то, что он делает для Отечества и для всей планеты. В общем, дело в чем, когда мы рассказываем о Николае Викторовиче, всегда хочется сказать, что те труды, которые ему удалось донести до людей, вот сейчас они все больше и больше пользуются популярностью, они имеют такую неоценимую значимость для всех нас, для каждого человека. Дело в том, что когда Николай Викторович начал свой жизненный путь, ему приходилось одному познавать этот мир, поскольку ни в школе, ни в институтах познание мира ему не удалось осуществить, так скажем. Потому что ответов на те вопросы, которые у него были еще в детстве, он не нашел ни в школе, ни в институте, ни в других местах, ни в книгах, ни в чем другом. Но зато, когда он начал исследовать и идти своим собственным путем, ему удалось добиться того, что, даже не добиться, скорее, хотелось бы сказать, а сделать множество фундаментальных открытий в области разных наук, и в том числе и в исторической науке, ему удалось множество открытий сделать, сопоставить те кусочки оставшиеся, вырванные, которые не удалось замаскировать друзьям-паразитам, которые на сегодняшний момент правят балом на нашей планете, ну и в том числе и в нашей стране. И вот эти кусочки ему удалось так сопоставить, благодаря своему исключительному аналитическому уму и некоторым своим возможностям, в результате которых появилась некая концепция о мироздании, и в том числе она непрерывно связана с ходом исторических событий на нашей планете, в первую очередь. Эти, конечно же, труды и та информация, которую он несет людям сейчас, она, мягко говоря, кость в горле для тех кругов правящих, которые, естественно, не заинтересованы в этой информации, чтобы она дошла до людей. Эта информация, она очень опасна за эту информацию, ну и за подобную информацию. В свое время отрубали головы, жгли на кострах, не так давно сажали в тюрьму и в псих-вольнице и так далее. Естественно, в результате чего эта информация заставила наши спецслужбы, и не только наши, еще в советское время, так скажем, заметить Николая Викторовича и предложить ему сотрудничать на наши спецслужбы. И, конечно же, так получилось, что Николай Викторович не согласился ни в Советском Союзе работать на КГБ игру, ни в Америке, когда он жил, не удавалось им не купить, ни уничтожить его физически, поскольку, как только он отказался, его пытались устранить и физическим путем, и другими многими вариантами уничтожения, которые даже нам не знакомы. Мы даже не можем представить, какие методы уничтожения бывают. Но дело не в этом. В общем, за тот, так скажем, труд, который он пытается для людей, подарить те знания, которые ему удалось получить в результате своей жизни, в результате своих экспериментов, которые довели его до определенного понимания мироздания, и не только. Вот за это, конечно же, он является врагом для тех, кто правит балом на нашей планете, для тех, кто заставляет нас делать то, что выгодно им. Тем людям, которые хотят власть на нашей планете иметь без всяких ограничений, так сказать. Вот. И, конечно, хотелось бы затронуть исторический момент в его исследованиях. Это вот те карты, манускрипты и другие вещи, которые у него сейчас хранятся в собственном, так скажем, библиотеке или в собственном владении, можно так сказать. Ну, то есть, если человек их имеет, они, это его собственность являются. И он может их показать и показывает, неоднократно показывал на встречах и конференциях. Вот. Эти артефакты или, другими словами, кусочки не вычищенной истории мировой, в том числе, российской, они позволяют сейчас нам задуматься и сопоставить, что что-то, значит, не так, как говорится нашими историками официальными, на самом деле есть. То есть, те отрывки, кусочки знаний, которые в виде карт, в виде манускриптов, писем и так далее сохранились, они определенным образом настраивают на вопросы, которые возникают при рассмотрении этих карт. значит, хотелось бы, конечно, еще затронуть такой момент, что вообще зачем думать о истории сейчас любого, в принципе, спроси, хотелось бы услышать ответ от любого человека, но я уже этот вопрос, вернее, ответ от людей неоднократно слышал, что вроде как никому сейчас не интересно, что там история, что там такого, мы живем, живем, деньги нам лишь бы побольше заработать, покушать, купить машины дорогие и так далее, квартиры иметь, это примерно в то, во что нас сейчас превратили паразиты, то, что люди перестали вообще задумываться над смыслом жизни вообще и кроме удовольствия и каких-то благ материальных, люди не думают вообще ни о чем, это подавляющее большинство, любого на улице остановитесь, спросите о том, что с нашей историей, ну и даже о том, что вообще наша история представляет российское, к примеру, все скажут, да, что там история, дикие мы, алкоголики, всю испокон веков свою историю мы пьем, никчемные русские народы и так далее, что-то в этом духе будет каждый говорить примерно и лишь единицы, зная настоящую информацию о том, что было какое прошлое в нашей стране, могут позадуматься и сказать что-то такое адекватное, а подавляющее большинство, к сожалению, уверенно, абсолютно уверенно в том, что русские и другие народы, проживающие на нашей территории, на нашей стране, такие примитивные, что потому мы так плохо и живем, скажем так, что все проблемы от того, что мы такие невежественные, что у нас в принципе все, чему мы должны обязаны гордиться, знания, все обязаны мы за кому-то западу греческим Кириллу Мефодию языку обязаны, тем и другим, все, что вообще у нас хорошее есть, это не наше, это все нам принесли откуда-то, все дали, но даже никто не задумался над тем, что хотя бы тот факт, что 80% всех открытий мировых сделано славянами, это о чем-то говорит, не может невежественный народ каким-то образом вообще творить и создавать какие-то теории научные и так далее, то есть если этот факт хотя бы рассмотреть, то это уже стоит задуматься, вот, и значимость конечно истории, ну или так сказать событий прошлого, летописи, или того, что было на самом деле, потому что история слова само по себе неверная, поскольку оно отражает перевод из Тор и Я, это те записки в Торе, которые о иудейском народе изложены, это не наша история, она ничего общего с российской, с русской историей не имеет, вот, поэтому само слово история это неправильная, неправильная такая формулировка, вот, и когда начинаешь иногда разбираться, что все-таки значимость знания о событиях прошлого имеет значение большое, то вроде с первого взгляда конечно ничего такого, а если покопаться, хорошо подумать, то на самом деле очень большое значение имеет то, что знаешь, когда события прошлого, ты имеешь опыт, ты имеешь в голове картинку, как было на самом деле, и к чему это приводит в итоге, допустим, если бы от людей не скрывали те или иные исторические события, и они бы знали, как, какая тактика воин и так далее, захватов и переворотов, революции происходила в те или иные времена, в тех или иных государствах, этот опыт, эта информация, не позволяла бы людям быть в невежестве, в незнании оставаться. Даже если бы мы знали то, что как в 17-м году происходила революция, то в 91-м году этого бы не произошло, потому что люди бы понимали, даже те люди, которые правили страной, они бы понимали, что к чему, ведь все в истории повторяются. Все одни и те же методики, технологии используются всегда и все время, только лишь с какими-то небольшими привнесениями, так скажем, и ну некоторыми технологичными внесениями. Вот. Поэтому историю нужно знать не потому, что вот просто знать, а для того, чтобы во-первых понимать, как жили наши предки, каков опыт их положительный и отрицательный опыт. Этот опыт нужно всегда учитывать, чтобы не допускать ошибок в будущем. Это позволяет естественно избежать чего-то негативного в нашей жизни. И вообще если затронуть момент, что не случайно это все делается, искажается, история, то в этом ключе можно момент такой как бы раскрыть, что это ведь все не случайно искажается, история. Не просто так. Дело в том, что почему значение такое имеет? Потому что человек, когда рождается вообще, он начинает впитывать информацию вокруг. Если общество в определенном образом эту информацию человек и воспринимает, впитывает как губка и формируется этой информацией, если, конечно, в обществе все говорят, что мы такие примитивные, дикие и так далее, то, конечно же, человек с детских лет будет формироваться как примитивный, там, какой скажут, таким он и сформируется, правильно? Вот, и все это, естественно, имеет значение для власть имущих людей, которые хотят управлять народами, ведь когда сформированный человек тем или иным образом по их, так сказать, шаблону будет действовать как им выгодно, то им, естественно, легко управлять и манипулировать и оправдывать и рабство можно, и территории захватывать, ведь в любое время, когда происходили войны, в последующем, так скажем, времени пытались исказить эти события для того, чтобы потом претендовать на территории, претендовать на материальные какие-то, так скажем, репарации, что ли, вот так, если, в общем, даже если тот момент учесть, что о Рюрике мы начали говорить лишь в 17 веке о том, что он был швед, как раз именно в то время, когда Швеция претендовала на территории российских, и вот хотя бы из этого, исходя, можно тоже сделать вывод, что когда начинает государство противник или агрессор претендовать, ему надо для этого загодя подготовить почву, а для этого переписывается история, уничтожаются предварительно все следы о том, что там территория такая-то, такая-то, принадлежала в то-то время этой стране, и так далее, и тому подобное, манипуляция не только сознанием людей, но и манипуляция может происходить благодаря этому на уровне государств, вот, и конечно, тут хотелось бы сразу начать с того, что обычно мы привыкли все в официальной версии слышать, что государство российское имеет тысячелетнюю историю, и история эта начинается с приходом Рюрика в Новгородское княжество, которого пригласили вправить, поскольку якобы новгородцы, так называем, были такие невежественные, и своей государственности не имели, и вот пригласили Рюрика для того, чтобы вправить. Вот. Этот момент у нас в официальной версии звучит, как вот начало нашей тысячелетней истории. Никто не задумывается, а что же было на самом деле хотя бы за сто лет до этого момента. Даже сто лет. Вот. Ведь много осталось и всяких таких вещей, о которых мы будем сейчас говорить, и которые уже доказаны, и раскопано много чего, которые доказывают то, что тысячелетняя история это лишь в том варианте, который сейчас написали, это лишь какая-то вообще непонятная интерпретация событий с того взгляда, как кому-то хотелось. Вот. Ведь можно написать одни и те же события с разных сторон, под разными углами, и, конечно, со стороны, допустим, врага это будет одна ситуация, со стороны того общества или того человека, это будет другая ситуация. Летописцы, государственники писали одно, летописцы крестьянские писали совершенно под другим углом, подразумевая свою выгоду в этом. Поэтому одни и те же события можно по-разному описывать, интерпретировать, давать оценку совершенно разную. Конечно, это будет приводить к такой несуразице, мягко говоря. Вот об этих несуразицах и нестраховках мы бы хотели поговорить на этой лекции и хотя бы попробовать так сказать показать эти ляпсусы, которые наделали в течение тысячи лет последние. Те историки, которые все это пытались нам преподнести и вроде как что-то у них получилось. Дело в том, что впервые начали писать в том варианте, как сейчас нашу историю Байер, Миллер и Шлёцер. Вот все немцы по происхождению мало или даже плохо говорили по-русски. Не знали даже то, что творилось за Уралом в нашей стране. Мало что понимали вообще в истории нашего народа. Но тем не менее эти люди впервые начали начали вот этот процесс искажения истории нашей страны и заказали им этот эти так скажем писанину их романовы за которыми в свою очередь стояли западные силы с целью чтобы привести в такой порядок как выгодно западному обществу. вот и как раз на тот момент когда они пришли писать нам как раз уже формировалось на нашей стране пытались самодержавную сделать такую структуру государства чтобы вот искоренить все что было ведического на нашей территории вот пригласили значит заказ выполнять вот этим людям. в общем-то у них получилось достаточно неграмотно хотя с одной стороны неграмотно с другой стороны пришлось всем поверить Карамзин тот же самый опирался на их источники на их писанины вот но так так как естественно у нас в нашей стране было много людей которые могли сами написать например Ломоносова если взять то он пытался с ними и оспаривать версии их и он имел множество фактов и других источников с которых он пытался вот написать то как он видел на самом деле что происходило Ломоносов кое-что раскопал в то в то время и Байер Миллер и Шлёцер как раз таки были против его всех трудов вот ну это маленько значит можно наверное закончить по поводу того кто начал заканчивали конечно позднее полностью отредактированную историю где-то 18-19 век уже окончательно сформировалась история российская и мировая вот поэтому сейчас можно перейти к этим ляпсусам которые они оставили допустим вот первый ляпсус связанный вот с тем же самым Рюриком с которого и началась наша история официальная вот и ляпсус этот вот такой значимый что хотелось бы побольше о нем поговорить дело в том что так скажем по официальной версии Рюрик пришел в 862 году принес государственность и с этого момента началась наша история не совсем так в тех же самых учебниках официальных написано что в 11 веке лишь государственность в Швеции образовалась получается что Рюрик принес государственность Швеции из Швеции шведскую так скажем государственность которую которая еще не существовала а существовала на тот момент когда Рюрик был на той территории Швеции лишь какие-то банды разбойников которые государственности вообще никакой не имели а имели они нечто такое как банды которые грабили соседей и нанимались для того чтобы в войне участвовать за деньги это не государство это в принципе вообще не знаю как это назвать в общем организованные банды разбойников вот так и у них были ярлы свои их еще иногда называют викингами вот это вот эти вот викинги они как бы якобы Рюрик к ним и принадлежал на самом деле Рюрик никогда не был ни викингом ни шведом хотя викинги и шведы так называемые они тоже имеют корни славянские поэтому просто это племена изгоев которые выходили с территории Сибири расселяться на более благодатные земли вот а Рюрик на самом деле был варягом и варягом был русом и в летописи Нестора в летописном своде четко об этом написано что Рюрик варяг рус и если хотя бы об этом задуматься то можно много выводов из этого сделать дело в том что в то время называли варягами касту профессиональных воинов Рюрик он был из воинственных племен Венедов западных славян и именно поэтому его и пригласили править новгородское княжество потому что он был славянином потому что вообще порядки и законы и мировоззрения в то время у славян и русских были не совсем такие как нам говорят дело в том что было двоевластие на тот момент и в мирное время правил князь военное время управлял государством или княжеством хан то есть военный князь или по другому хан и это двоевластие позволяло как-то уравновешивать так скажем правление в государстве чтобы не было перекосов вот именно Рюрик и был тем высоким высокопоставленным скажем так или профессиональным воином которого благодаря определенным своим достижениям и пригласили править к себе новгородцы опять таки наверное это не случайно его пригласили править скорее всего более достойного на тот момент не оказалось рядом человека поэтому его пригласили это другой вопрос вот еще хотелось бы сказать о том что в принципе государственность которую он мог принести ну даже если допустить что он принес государственность из Швеции то эта государственность в корне отличалась от той которая в одночасье в одномоментно возникла на территории новгородского княжества и позднее на Киевской Руси то есть получается принес нам Рюрик то чего там не было вот еще один ляпсус и это конечно заставляет задуматься как нам писали истории вот следующий момент еще по поводу несостыковок и ляпсусов это вот перейти хотелось бы татаро-монгольскому игу значит тут примерно картина похожая дело в том что татаро-монгольская ига так называемая оно вроде как и было если смотря как рассмотреть вопрос а если с другой стороны подойти то по сути вообще и не было вроде как факт каких-то войн существовал его описывали войны были да в течение там почти 300 лет какие-то войны происходили но что за войны попробовать можно рассказать конечно позднее сейчас просто у нас такая вступительная лекция более подробно попробуем следующий цикл сейчас хотя бы прикоснуться к этому вопросу дело в том что вот взять такую вот карту которая сейчас у вас на экране старая карта не знаю какого года но средних веков примерно на ней есть империя моголов или монгольская империя она на севере Индии обозначена и если знаете что нынешняя Монголия находится совершенно в другом месте на расстоянии нескольких может даже нескольких тысяч километров от той Монголии которая была тогда то здесь вопрос что за Монголия была тогда и что за сейчас Монголия представляет все вот это один момент дело в том что Монголами совсем другие люди назывались нежели сейчас Монгол это в переводе с греческого означает как великий то есть империя великих каких-то людей была на севере Индии в то время и ничего общего она не имела с теми народами которые сейчас называют Монголами вот а если точнее сказать то сегодняшняя Монголия когда-то называлась Калмыкия вот это тоже есть карты которые кстати о многом говорят и они оригинальны и многие карты есть у Николая Викторовича Левашова и много чего еще есть в оригинале и это не копии какие-то там копии копий 15-16 века это оригинальные вещи оригинальные карты вот это что касается одного момента про татаро-монгольское игорь следующий момент есть такая вот икона Сергия Радонежского на которой изображена Куликовская битва она сейчас на экране это целая почти что икона хотя сейчас позднее покажется фрагмент в нижней части там более так скажем виднее на ней изображены на ней изображено побоище или фрагмент войны который мы можем четко видеть что с одной и с другой стороны абсолютно одинаковые люди в одинаковых доспехах и так далее с одинаковыми шлемами бородами отличие их только лишь в том что на одной стороне войска присутствуют флаги с ликами Христа на другой стороне их нет то есть здесь вывод напрашивается однозначно что кстати и стоя с другой стороны русские казаки о чем это говорит нам преподносит битву Куликовскую как одну из битв монголо-татарского ига но мы видим оригинальную вещь которая говорит нам совсем другое на ней изображены с одной и с другой стороны русские казаки да есть конницы татарские которые использовались нашими предками как главная ударная сила и действительно наше войско было многонациональным примерно так же как сейчас это дело обстоит где-то 80% славян было и 20% других народов в войске всегда участвовал примерно то же самое и на этой японии вот и если говорить о других ляпсусах в тарамонгольском иге допустим есть такой момент о Чингисхане говорят что он был тюрком таким таким во первых есть официальных лет ну не официальных а тех летописях которые на которые официальная историческая наука опирается там пишется о Чингисхане не то что в учебниках там пишется что он был высокий белокожий голубоглазый с рожеватой густой бородой длинной вот и тут как бы задается вопрос очень ли похож он на того тюрка которого нам рисуют в учебниках тоже ляпсус оставили историки вот такой и даже если учесть что в самой Монголии так называемой никогда не было никаких легенд никакого пергамента кусочка даже не упоминается в письменных там легендах или летописях ничего вообще нет о Чингисхане и о Золотой Орде то можно тоже сделать определенный вывод что ни много ни мало если сами монголы не знают о том что у них был Чингисхан вернее не знали до определенного времени пока большевики им об этом не сообщили то они обрадовались конечно а до этого они слухом ни духом не знали что был у них такой великий Чингисхан и кстати Чингисхан это не имя титул военный и он примерно обозначает то же что и генерал примерно главнокомандующий армии так скажем это титул воинский Чингисхан Хан это военный князь и приставка Чин уважительно Гиз это определенное положение вот а имя его было Тимур и имя это кстати русское имя которое себе сейчас присвоили тюрки так называемые татары если говорить еще о татаро-монголах почему вообще татаро-монголами называют татаро-монголов дело в том что наших предков когда-то называли тартарами и татарами называли и татар так называемых и русских и других коренных народов то есть это как россияне сейчас звучит вот тартары и было общее название наших так скажем граждан той страны вот и почему так называли дело в том что когда начали откалываться территории западные от единой ведической империи то старой династии пришлось как-то обозначиться отдельно от той западной части и они решили взять самоназвание из-за того что тарх и тара были такие покровители так называемые боги которых уважали почитали на руси и вот в честь тарха и тары они так себя назвали и когда люди из других государств приходили на территорию тартарии так скажем пока что то наши предки отвечали им что мы дети тарха и тары естественно тут возникло самоназвание тарх тары которое потом маленько переискользилось получилось тартары позднее татары так вот и тартары они и были русскими и по сути получается что вот так то татаро-монгольское игое которое нам преподносит как завоевание и держание той части западной Руси в иге так называемом оно и было не что иное как гражданская война растянутая во времени за идеологию которую навязывать начали то же самое христианство и ислам и другие религии вот те тартары которые за Уралом еще существовали они приходили наводить порядок вот тот же самый хан Баты вот сейчас у вас картинка появилась изображен в летописях средних веков как вот на коне он если видите русский человек с короны то есть царь и вокруг его так же само окружают русские люди и с другой стороны такие же то есть еще одна вот такая такая картинка в летописи которая говорит о том что татаро-монгольское эго изображается как ничто иное как война между русскими и русскими а что за война а война была именно за идеологию из-за того что начали откалываться западные территории и с востока из центра провинции приходили наводить порядок и пытались не допустить откалывания территорий западных чтобы сохранить суверенитет и единую территорию вот для этого и приходили те войска орды орда другими словами для того чтобы удержать вот эту вот начавшуюся уже раскол вот и закончить хотелось бы про татаро-монгольское эго тем что вот нам преподнесли те события и факты вроде бы все было так войны эти были но стоит лишь сделать акцент о том что татары это не русские и получается все шиворот на выворот но когда вот сопоставить те кусочки вот этих сохранившихся этих картинок даже в летописях что написано то можно вот восстановить картину и она получается совсем другой а вроде бы все основано на фактах хотя факты мягко говоря не очень такие внушительные вот это маленькая вот эта татаро-монгольская мыги хотя это не все что можно сказать про него но тем не менее есть о чем задуматься вот и сейчас я заканчиваю свою часть выступления начнет модератор представить следующего участника благодарю всех слово имеет участник русского общественного движения возрождение золотого века Артем плодов хочу всех поприветствовать и свою лекцию я продолжу свою часть лекции я продолжу с рассказа о великой китайской стене это одно из одна из предприимчательностей таких основных китая испании архитектуры который в последнее время стал распространен расположена она на севере страны и растянулась с запада и по северу протяженностью примерно около 13 тысяч километров и толщина где-то около 5 тысяч высота где-то 6 от 6 до 10 метров и на ней расположены башни смотровые но так как она использовалась для защиты от Китая северных территорий как заявляется по официальной версии что якобы построены китайцами для защиты от качельников но если посмотреть более внимательно на самую стену то видно что бойницы находятся с южной стороны вот вы сейчас видите эту фотографию оттуда солнце светит бойницы направлены на юг вот и но здесь не видно но вообще с северной же стороны там еще есть лестница чтобы удобно было заходить на стену но при реконструкции так как стена со временем все таки разрушалась в некоторых местах при реконструкции естественно по определенным причинам добавляли бойницы с северной стороны чтобы заявить что стены китайцы построили а сама стена выложена выстроена из горной породы из легкой горной породы большие каменные плиты и сверху они облицованы кирпичом все это скреплено известью наибольшее впечатление стена производит не в районе пекина а в горных районах где она гораздо выше и проходит по горному массиву по центру по крипту и когда строили эту стену не совсем понятно то есть важно конечно определить возраст этого строения бронзиозного но предположительно по разным источникам есть мнение что с 221 года по 206 год до нашей эры в течении 5 лет построили но вообще еще есть источник о котором я дальше расскажу военно-арийские веды в которых рассказывается то что была война с Китаем на сегодняшний год или 7520 лет назад и в результате этой длительной кровопролитной войны был заключен мир с Китаем Славяно-арийская империя заключила мир с империей драконов или тогда ее называли еще Аринией Китаем ее назвали только сейчас потому что Кит в древнем переводе с этот изгородчик и Китай это дорожная территория после после этой войны построили вот эту стену чтобы китайцы китайские подданные не могли проникать на северную территорию и на запад соответственно далее я хочу рассказать кратенько про Великую Тартарию еще немного деталей дополнить которые не были освещены то что вот как вы видите на картине на картинке славяно-арийская империя делилась на землю святой расы и растение землю святой расы там проживали дарицы и хорийцы а в растении славяне и святорусы и тогда Сибирь которая в те времена она была от Урала до Тихого океана и от Студемного океана или от Северного моря до Центральной Индии ну как уже называлась она называлась Великая Тартария в честь Старка и Тары и ее столица была современный город Омск которая была основана около 106 тысяч лет назад то есть Омск был храмовый город и в этом городе не было крепостных стен как обычно тогда строили он был можно сказать в чистом поле построенные из камня большие пирамиды здания храмы и он имел несколько необычную защиту энергетическую пять степеней защиты было то есть круговая защита и руководители управляли этой защитой 12 лохов и так сложилось что один из них один из волоков еще в детстве в него как определенные силы их называют темными силами вложили как бы минус замедленного действия и так как он отвечал за непосредственно за существование вот этой защиты энергетической по достижении определенного возраста ну конкретно это произошло в 1530 году эту защиту отключили неожиданно когда уже вокруг города стояли войска джунгар вытесненные территории Китая ну конечно определенным силам это было нужно не просто так все произошло и как только защиту отключили они напали на этот город и волхвы которые там находились сразу не успели среагировать потому что они не знали о вот этом троянском коне который был заложен в волхва и ну что могли то успели сделать как-то защититься многие конечно погибли и вот эта защита она держала в целостности всю злавяно-арийскую империю потому что необходима поддержка все равно была несмотря на то что люди конечно ну то есть самостоятельно более-менее жили у нас рабства никогда не было в Славян и постепенно европейские страны начали откалываться они были дальше всех расположены и туда уже начало насаждаться христианство католицизм и прочие религии чтобы заместить юридическое мировоззрение которое на тот момент существовало и вот татаро-монгольское игое так называемое это как раз попытка восстановить древние традиции чтобы они не были утрачены совсем но она была неудачной потому что потому что определенные догмы были сформированы за многие годы и вот те же волохвы они проводили проводя обряды они уже не знали в чем суть этих обрядов и как вообще это все делается потому что знания их перестали быть живыми и превратились в догму несмотря на необходимость они вот не разбирались в том что делают и как это влияет на на все окружающие поэтому к этому всему привело так же я хотел сказать что вот карта сейчас которую вы видите она была опубликована в 1771 году в первом издании бальтанской энциклопедии эта энциклопедия в ней мы собирали собиралась информация соответственно нашими врагами потому что Ангеля никогда не была нам дружественной страной как и сейчас она является и вот наши враги называли самую большую страну мира в Великой Тартарии и во втором уже буквально издании энциклопедии информации об этой стране не было то есть полностью потерли как будто не существовало Великой Тартарии покажи вот эту фотографию следующую вот британская энциклопедия там на английском языке написано эту страну далее немножко коснусь расскажу по слову протославянно-арийские веды которые были найдены в конце девяностых годов которые были написаны из золотых пластин санти сайты предположительно это сделана была фотография с них точно не буду заявлять потому что не знаю в которых написано написано о том как наши предки полонизировали землю около 600 тысяч лет назад то есть прошлые события там рассказывают в их образе жизни традициях обучаях мировоззрений и вот это все там подробно расписывается в том числе календарь какой был года вот как вот сейчас тогда был круг жизни 16 лет и каждый круг состоял из 144 четырех еще частей и каждая имела свое обозначение также в ведах приводится санти веды Перуна это как одна из частей в которых Перун вот так называемый бог как его тогда называли богами людей духовно развитых засветленных которые огромные жизненные опыты имели и соответственно очень многое умели умели определенные способности в этих самих ведах Перуна рассказывается о тех событиях которые происходили 40 тысяч лет назад в том числе и до сегодняшнего дня эта информация приводилась чтобы будущие поколения могли предвидеть те важные события которые будут происходить и соответственно с этим как то их лавировать чтобы чтобы выкручиваться потому что события сложные есть такое понятие наш сварога это когда галактика наша проходит через определенные качественные промежутки нашей вселенной когда у людей активизируется низменные чувства качества и они перестают как то тянуться к свету что ли вот этот момент как раз наступал прямо вот ну практически разу после того как написано не сразу около десяти тысяч лет не буду говорить не помню вот для этого были написаны чтобы не были полностью утрачены знания великие которые говорят о том что у нас прошлое есть гораздо больше чем тысячи лет так и предки наши заселяли эту территорию с материка до арии который сейчас находится на дне северного ледовитого океана вот его фотография промелькнула сейчас вернемся и покажу вот этот материк сейчас он на дне северного ледовитого океана находится и оттуда заселяли наши крепки нашу планету а потом когда он затонул по определенным причинам в результате планетарной катастрофы произошло переселение в Сибирь где и был основан Асгард Ирийский или город Омск город на реке Ирий тишащий и также в ведах еще рассказывается про события глубже 40 тысяч лет про войны которые происходили в том числе про войну с китайцами и приводится сказ о Ясном Соколе рассказывающая отрезок из жизни наших предков в том числе при этом рассказывается про то как простая девушка русская Настенька искала своего суженного по планетам землям с помощью вайтмана и вайтмар она проделала довольно таки значительное расстояние чтобы найти его вот Санти сами выполнены из золота для того чтобы они сокранились можно дольше от ржавчины вот здесь сейчас вы видите картину чертеж всех сибирских городов и земель она находится в Тюмени вот один из памятников прошлого сохраненных избежавших уничтожения где описываются ну как какие города тогда были дальше я немного расскажу про карту создателя которая была найдена в конце девятнадцатого века в конце двадцатого века найдена профессором Чавыровым в деревне Чандар и в апреле 2002 года в журнале «Итоги» напечатали статью Степана Кривошеева и Дмитрия Наплёнкина в которой рассказывалось об этой находке эта плита довольно внушительных размеров примерно метр на полтора весом более тонны она выполнена по неизвестной технологии сама основа сделана из доломита прочнейший материал рисунок выполнен рельефным в масштабе 1 до 1000 здесь изображены речные каналы в некоторых местах возле речных каналов расположены площадки рамбические неизвестные происхождения назначения сам рисунок выполнен из 10-ти сантиметрового стекла диапсидового и сверху покрыт фарфором чевыров изначально предполагал что на территории сибири и дальнего востока возможно раньше проживали китайцы и он организовал экспедиция в деревне после того как в одних аэроскопах он нашел надписи китайские и подумал что возможно они в Китае распространяли дальше в двух территориях и когда он нашел эту карту он предположил что надписи на ней выполнены китайскими иероглифами но после того как он посетил хранилище в китайских библиотеках древнейшие источники он выяснил что это не не принадлежат эти надписи китайской письменности и не смог их расшифровать но но эта плита стала известна на все и на весь мир и в данный момент она хранится в МГУ предположительно есть надписи что около 200 белых плит со знаковыми узорами были во времена 17-18 века найдены экспедиции русских ученых но сейчас они утеряны и вот найдена только эта плита и когда пытались определить ее возраст разные способы оценки приводили к результатам в несколько миллионов с противоречищем друг другу и можно оценить это только по разлому тектоническому которого здесь указан возле чесноков тектонический разлом который которого сейчас нет он значит образовался по данным сейсмологу около 100 тысяч лет назад и приблизительно карта сделана в районе этого же возраста когда пытались оценить что это за карта какого района местности были направлены запросы в генеральный штаб вооруженных сил где были получены данные о том что этот с ним этот отрезок на карте изображена в Уфимской области в том числе уфимская возвышенность и когда совместили вот эти снимки и карту все полностью совпало за исключением по разломам и после чего убедились точностью своих предположений ч вы передал карту в 2004 году в МГУ и где там создали комиссию для дальнейшего исследования этой карты и через определенное время карта исчезла и после разбирательств только выяснили что она хранилась в подсобном помещении среди швабера и других вещей то есть вот так просто пропадают артефакты довольно внушительного размера и что же говорить о том что если бы передали например золотые сантии они бы исчезли гораздо быстрее это к слову о том что нужно приводить артефакты для того чтобы люди убеждались в том что заявление не голословное потому что сейчас очень много потоков информации вокруг нас и можно просто заблудиться кто-то христианство увлекается кто-то юдизмом нарождающимся который опять же построен как религия потому что практически ничего не объясняется и тоже строится на догмах вот мы приводим факты которые довольно сложно проверить по крайней мере стараемся сделать дальше немного затрону информацию китайских пирамиды которые были найдены Джеймсом Гауссманом а кроме него также другие исследователи занимались этим вопросом в разное время он отправил эти данные то есть снимки этих пирамид в 47 году это было отправил их на исследование тоже вооруженные силы м после чего подтвердилось что у них действительно имеет место быть вот одна пирамида например у подножия горы Дин Винг миловысоту 300 метров и ширину основания 450 метров рядом стояла пирамида поменьше всего было найдено более 100 пирамид в Китае вот для примера приведу длину стороны пирамиды Хеопса 230 метров то есть на 70 метров иначе и высота пониже кто построил эти пирамиды ну китайцы не говорят об этом они вообще не распространяются о том что эти пирамиды существуют они засаживают их быстро растущими хвойными растениями чтобы совсем незаметно было вот как вы сейчас видите обычный сельскохозяйственный район и пирамиды если не вдаваться детали можно не только ну то есть видно что здесь в грани то есть не просто какая-то нас четырехгранная и по некоторым данным но были австралийские торговцы которые пришли в китай и обратились к монаху который в древних рукописях нашел надписи обращающиеся к третьему десятилетию до нашей эры в которых неведомые летописицы напоминают о том что эти гигантские сооружения уже на тот момент существовали то есть им более четырех тысяч лет для примера пирамиды Джосера в Египте ей четыре шесть тысяч лет ну возможно то есть не известно еще но возможно китайские пирамиды более древние потому что четыре тысячи лет им точно есть и также по информации вот этой хрониках китайских существовало такое племя Диндинов руководитель которых был Хуан Ди и первый император Китая перенял себе его имя после того как они покинули эту территорию и это племя по легенде было прилетевшее с севера их называли еще цинами неба они прибыли после планетарной катастрофы и научили китайцев изготовлять луки рыть колодцы наблюдать за звездами применять иглоукалывание и в том числе практически все что они сейчас имеют было им передано этими людьми и на олимпиаде последнее которое было в Китае есть такое как на сцене тренировка где показывается что китайцы плакали когда разрыли могильники нашли там останки людей белая красы с красным кругом внутри которого плыли две рыбки на встрече друг другу это славянский знак который в итоге трансформировался в инь-янь всего в мире около 600 пирамид но в Китае более сотни их найдено они не только в одном месте рассредоточен расположена рассредоточен по территории и также еще одна находка в Китае мумии найдена была в конце двадцатого века в восьмидесятых годах мумии также была не одна их найдено чуть ли не целое поселение взрослые дети вот в одной мумии мужчина был найден в 1978 году блондин названный черченским человеком и датирован он тремя тысячами до нашей эры достигал двух метров и вот и следующая фотография одной женщины в красном платье очень хорошо сохранившись также сейчас вот вы видите ткань вышитую крестиком если обычный славянский орнамент эти пирамиды эти мумии сохранились благодаря пескам соленой соли которым содержится и также температура так как на севере Китая она опускалась до минус 50 зимой летом было изжая зимой благодаря этому мм мы сохранились и они также мм находить на их находили в разных районах Китая далее еще раз кратко расскажу про аркаин вот в пятьдесят втором году спутники передали на землю несколько необычных пробов отчетливо выделяющихся типи и на тот момент никто и не знал что это такое и снаряжались экспедиции после чего было изучено что это город как при горизонтальной обсерватории использовался для наблюдения за движением светил солнца луны и различных звезд в восемьдесят седьмом году до того как начались исследования эту территорию планировали затопить после постройки плотины и археологам удалось убедить убедить местное руководство в том чтобы они не строили здесь водохранилище по той причине что есть правило или закон запрещающий строить то месте где найдены важные археологические находки город имеет кольцевое строение и выходы выполнены в форме свастики имеет два кольца внешне и внутренне и внешне расположена возле внутренней улицы которая была вымощена досками под которыми была канализация то есть в то время люди жившие в этом городе лишняя вода и соответственно стоки они просачивались через доски и уходили во внешний ров который окружал стену наружу по определенным причинам задумывалось так что как вы видите внизу вход во внутреннюю улицу если обойти слева направо и только тогда можно попасть в самый центр города во внутренний круг почему это сделано было неизвестно возможно во внутреннем круге жили люди ну как они чем-то занимались чтобы остальные не отвлекали чем-то очень важным скорее всего они исследовали движение небесных светил аркаим переводится как ар и к и и м или по-другому как начало света душевного продолжение мыслей или светлая сущность продолжающая изначальные знания аркаим был построен в третьем или четвертом десятилетии до нашей эры то есть мы приблизительно около 5 тысяч лет а также в каждом жилище имелись как вы сейчас видите своеобразные печи плавильные и колодец вот рядом с печей справа колодец от печи шел земляной канал он выходил в колодцы над уровнем воды чтобы отсюда прохлада заходила в печь и тем самым достигалась большая тяга позволяющая развивать температуру и плавить металл в этой печи и эти печи были в каждом жилище то есть Аркаим представлял собой не просто город а жилище где насилились люди умеющие плавить металл соответственно также колодцы где были обеспечены водой для сравнения вот Аркаим расположен на той же широте что и склон кэнш то есть имеет возможно определенное сходство города эти были довольно похожи на аркаим постройки также похожи на аркаим кольцевые образующие целые как аркеологические города ст м но опять же для чего они не совсем понятно есть только предположение что для исследования движения движения свеки еще расскажу об одной находке вольфрамовой пружинки они были найдены первые первые находки в 91 году когда в образцах песка реки нарада были найдены эти мелкие спиралевидные детали вот вы сейчас видите пружинку вольфрамового на молитвеново стерень также встречается просто из вольфрама или более крупные пружинки из меди еще их находили в приполярном Урале в районе рек Кожил и Бабаню в Таджикистане на Чукотке то есть не только в одном месте вот сейчас вы видите маленькие пружинки на фоне одной монеты рубля очень маленькие они имеют на своем строении ртуть несмотря на то что это почти несовместимые металлы ртуть и вольфрам они там как бы кроплены друг в друга то есть как одно целое и сейчас опять же технологии такого не существует в разных местах они залегали на разной глубине где-то 6,5 метров где-то 10 метров и предположительно этот возраст можно определить по глубине около ста тысяч лет но соответственно раз находки различаются какие-то раньше нашли опять же происхождение этих пружинок непонятно для чего они были нужны как были созданы и на этом я пожалуй закончу спасибо за внимание итак наши доклады закончились вот некоторые ссылки эти ссылочки вам позволят почитать достаточно интересные материалы статьи Николай Ильича Левашова замолчивает история России часть 1 и часть 2 достаточно интересные статьи там приводятся карты также вот статья зримый-незримый геноцид очень детально рассказывает как на протяжении достаточно длительного времени наш народ уничтожается кроме того вот интересные статьи о прошлом висе на советники рекомендуем сайт советник достаточно много интересного материала по истории нашей страны также некоторые видео вот кроме того сайт заповедника каим сайт русского общественного движения возрождение золотой век также рекомендуем достаточно интересная современная информация на сайте РОДВЗВ представлена вашему вниманию как сегодня можно жить как сегодня нужно жить как сегодня можно выжить там есть некоторые моменты очень важные необходимо жить по совести с честью да с такими вещами которых мы забыли давным-давно как совесть и честь а в сегодняшнее время единственное только возможность выжить вообще и думать принимать решение и в принципе бороться за то чтобы наша страна осталась осталась называться не важно как важно чтобы тот народ который в ней сейчас живет это в первую очередь русский и конечно другие коренные народы как и продолжить жить на этой территории а не превратился в рабов как хотят так называемое мировое правительство и те им подобные круги также вот некоторое видео здесь по ссылочкам рекомендуем посмотреть достаточно интересная информация обращаю ваше внимание на последний фильм великая тартария империя русов в общем то просмотрев фильм основанный на фактах на картах складывается достаточно четкое впечатление о том что из себя представляла славяна арийская империя кто на ней жил какой размер она занимала эта империя то есть рекомендуем посмотреть всем в принципе вот это все потому что кто читать не очень любит может вот так сказать посмотреть ну а сейчас мы перейдем к ответам на ваши вопросы и слово предоставляется Виталию Красивому еще раз всех благодарю значит тут сразу которые были вопросы заданы уже до конференции до начала будем рассматривать вопрос один из сегодняшней уже из готового чата то есть онлайн и предыдущие которые уже были заданы до конференции и по очереди вот первый тут самый такой вопрос но это не вопрос а скорее всего пожелание пора выдвигать возрождение золотой век госдуму пора вытеснять всех иудеев со всех руководящих постов до тех пор пока не дорастут эволюционные но это вроде как не вопрос это какое-то пожелание поэтому тут отвечать на него нет смысла и как-то его комментировать тоже особо нет желания вот из чата следующий вопрос сейчас посмотрим что-то тут некоторые ну ладно а для того чтобы могли слиться две формы материи необходимо изменение межности пространственной величины но это не по теме тоже это как бы у нас сегодня история в общем-то конференция непонятно это очередной бог ну как бы вообще наши предки называли богами людей которые такие же с вами как мы люди но только они достигли определенного уровня естественно они не в том понимании как сейчас это понимается бог а люди которые вышли на уровень творения они могли оперировать пространством и материи это люди которые могли исцелять людей от болезней могли управлять природой то есть промерность это конечно сложные вопросы вот про бога можно коротенько так вот что наши предки подразумевали под словом бог это человек который достиг каких-то определенных возможностей которые ну позволяют оперировать пространством и материи и тем самым достигать каких-то результатов в виде исцелений погодных там каких-то манипуляций для конечно манипуляции это плохое слово для того чтобы пользу какую-то для людей сделать ну и не только конечно там возможности разные были кто куда свои силы направлял тот в том направлении развивался до той или иной степени в общем вот так значит следующий вопрос вот опять нужен кандидат президенты от наших пока марионетки снова устроили свою тусовку почему Николай молчит и не выдвигает себя или кандидата Николай это я так понял Левашов наверное молчит спрашивает в общем то уже не молчит а есть уже конкретное дело которое наше движение вот уже совершило и пытается сейчас выдвинуть президента Николая Викторовича вот это этот вопрос он конечно не по истории но что поделать люди хотят тоже что-то знать такое следующий из чата вопрос меня всегда интересовал вопрос почему наша страна самая большая страна вопрос хороший почему самая большая страна потому что люди которые населяли эту территорию могли контролировать такую большую территорию то есть у них были на то способности и возможности чтобы это все им удалось вот и такая большая страна естественно она так просто не управляется ее нужно сдерживать уметь уметь править этой такой большой страной не так просто и это зависело от тех кто ее правил и значит соответственный уровень тех кто правил говорит сам о себе вот поэтому она такая большая была потому что страна это не территория это люди в принципе вот это мое мнение оно может быть не совсем точным ладно следующий вопрос не забывайте что сейчас делают сливы тоже могут сделать и с россией ведь недаром цепи ливни и ее предшественник говаривали если мы уйдем то громко хлопнут дверью аж весь мир содрогнется и ведь могут же еще нам бы научиться нейтрализовать ядерные заряды вот было бы хорошо насчет ядерных зарядов волноваться не о чем Николай Викторович предотвращает такие вещи насчет военной сливии тоже все в принципе почитайте на рулани много статей по этому вопросу значит естественно в Ливии и в других странах Близнего и Дальнего Востока всегда сейчас подготовка идет к нападению на Россию но вопрос получится или нет вот тут конечно но желание у них никуда не пропадало и конечно нападать хотят на Россию уже долгое время но не получается вот насчет того что хлопнуть дверью тоже конечно да тут хочется очень сильно хлопнуть дверью но если если бы так скажем не человек который это может все предотвратить то конечно хлопнули бы ладно следующий вопрос кто-нибудь может подробнее объяснить понятие антиматерии спасибо антиматерия но мне неизвестен данный термин поэтому не могу ничего сказать по этому поводу сирота так ага если имеется документальное подтверждение искажения летописи России то какая проводится работа по изменению содержания учебников истории не целесообразно ли было бы написать новый правдивый учебник истории и попытаться воплотить его в жизнь целесообразно было бы но опять таки какие что значит документальное подтверждение искажения летописи ведь документ никто не делал никогда чтобы подтвердить что это кто-то искажал вот сам абсурдный вопрос чтобы был документ на то что вот печать стоит что наша история исказилась подумайте над вопросом как же он может быть вообще в априори если все это делается искажается для того чтобы об этом никто не узнал поэтому тут маленько неверный вопрос вот а работа ведется по поводу того что сейчас учебники и обучение пытаются участники русского общественного движения внедрять в будущем в образовательный процесс но этот процесс длительный и в этом направлении ведется работа так следующий вопрос будет ли экспедиция к Асгарду Ирийскому не совсем понятный вопрос будет ли экспедиция к Асгарду Ирийскому Асгарда Ирийского нет уже на его месте стоит город Омск может быть другому Асгарду какому-то имею ввиду экспедиция это понятие что куда-то идти и что-то искать здесь под землей все есть на территории Омска поэтому экспедиция в плане подземных каких-то раскопок то это зависит от того как мы справимся с задачей нынешней по освобождению нашей страны из лап паразитов это вопрос времени вот следующий вопрос какая форма управления существовала в Тартарии где была столица Тартарии можно ли назвать правителей Тартарии и в какие года они управляли кто такие европейские короли по отношению к правителю Тартарии как они получали полномочия на правление форма управления как говорили выше уже существовала двоевластие на основе ведического мировоззрения которое естественно было основой понимания того как нужно жить и как править в том числе а двоевластие не позволяло как бы перекос чтобы создавался в то время когда война и в мирное время поэтому был хан военный князь и был князь мирской которые вместе правили но по отдельности в разное время то есть как бы вместе но раздельно вот это позволяло сдерживать и балансировать в управлении столица была Тартарии на месте нынешнего Омска вот правителей назвать Тартари ну один из правителей был Хан Уман других не знаю это вопрос тоже такой не совсем простой кто такие европейские короли по отношению к правителю Тартарии это вассалы так называемое слово есть такое которых назначали давали им возможность править на отдаленных территориях ну в провинциях так скажем вот в этих провинциях короли и были и их назначали из Тартарии и они подчинялись до поры до времени пока потом не вышли из-под опеки родительской или так скажем не из-под опеки а даже наверное из состава так скажем вышли тоже не просто так все вышли из-за того что уже говорили что влияние энергетического поля по всей территории ослабевало и со временем насаждали христианские ревиги которые изменяли мировоззрение людей естественно там где рабское мировоззрение внедрялось там уже происходили определенные социальные процессы которые к сожалению к лучшему не приводили вот вкратце следующий вопрос так вчера по военной тайне рассказывали про драконов зачитали цитату из Араямы так по иему называется по его ему называется с признаками применения ядерного оружия прилетел бог на вайтмане и выпустил луч и камни плавились и долго потом людей выпадали волосы пузырилась кожа это волновой перевод вопрос было применение ядерного оружия в войне с великим драконом но мне эта информация неизвестна поэтому сказать что-либо не могу если есть такое какое-то в легендах у них упоминание то скорее всего было мое мнение может быть это не так следующий вопрос находился ли современный израиль на территории тартарии по расчетам фоменко возраст китайской стены около 500 лет обоснования выглядит очень убедительно выходит это ошибка никакой ошибки не вижу скорее всего последние участки стены заканчивали примерно 500 лет назад хотя не могу сказать точно просто есть факт что разное время строили каждый участок и может быть с этим и связано а насчет израиля ну израиль это вообще само государство не совсем вот еще двадцатом веке возникло поэтому территория славянно-арийской империи она намного дальше чем израиль распространялась поэтому да было на этой территории государство следующий вопрос сколько лет стране городов на южном урале не могу сказать это такой вопрос надо хотя бы источник какой-то видеть и просто так с потолка взять сколько лет это не так просто поэтому здесь не могу ответить видеозапись где можно будет скачать ну ссылки в конце там указали так в чем подлинность славяно-арийских вет подлинность в том что они есть и скоро они будут обнародованы осталось ждать не совсем долго поэтому лично я с Валерием Михайловичем Деминым общался он как бы говорит что они их пока не выдают потому что были сейчас вот вот Тхеневич то что сделал в принципе некоторым образом дискредитировало вот эту тему поэтому сейчас приходится исправлять ошибки которые уже наломали но все равно рано или поздно они сейчас будут обнародованы а подлинность их в чем в том что есть хотя бы фотографии этих пластинок других по крайней мере они точно так же записывались на пластинках и другие есть вот это вот Санти и Даков таким же методом записывались вот это подлинность такая конечно их сейчас если вытащить и отнести опять в институт то их никто уже потом не увидит поэтому подлинность их будет тогда ясна когда их конкретно предоставят общественности ну тогда уже никто ничего не скажет но опять таки еще подлинность если косвенно то это сравнить можно допустим описание тех событий которые отражены в других источниках и сопоставить и получаются одни и те же события допустим в Ветхом Завете они отражены также и в слояноарийских ведах эти события только под другим углом вот если сопоставить то получается одни и те же события отражены в разных эпосах легендах и просто под разным углом и это хотя бы косвенно подтверждает что они существуют следующий вопрос хотелось бы узнать откуда взялись народы Грузии и Дагестана не арийцы ли они хотя арийцы со светлыми волосами так как кто такие грузины дагестанцы может это племена иудеев тут естественный процесс замешивания белой расы с другими расами в результате привел к множеству народов поэтому здесь грузины дагестанцы они как бы имеют кровь арийскую но с примесью большой семитской вот поэтому это изучать надо другой вопрос где генетика генетику здесь особо вам только могу сказать что всегда во все времена смешивались разные народы и в результате какие то получались вот грузины там и так далее другие народы в результате смешения миграции переселения вот поэтому получались и другие в принципе они имеют отношение к иудеям вернее иудеи это не национальность это такая религиозная а семитские племена они как бы отражают это следующий вопрос кто конкретно был последователем шлёцера и компании карамзин продолжил опирался на их писанина как говорил уже выше и это официальная информация следующий семит этот 12 коленях израиля все у кого смуглая кожа все кавказцы наши азиаты все рабы почему открывают что-то непонятный вопрос какой то отвечать нет смысла почему открывает мой пароль на вашем сайте через мэру не знаю следующий вопрос сколько лет иконе сергей радонежского вот узнаете сколько лет назад жил сергей радонежский и вы поймете сколько лет иконе я не помню сколько лет сергей радонежский тому назад жил примерно там 400 500 точно не могу сказать следую следующий вопрос необходимо чтобы каждый факт указывал источник информации это очень важно иначе при общении становишься пустословом люди верят только фактам подтвержденным источником информации вот ссылки которые в конце были указаны в принципе многое тут развеивают еще могу сказать устно что чтобы не быть пустословом то просто нужно читать другие источники и сравнивать есть же много исследователей которые основываются на реальных артефактах Чудинов допустим Гумилев Татищев Егор Классен я не знаю современники какие у нас еще есть то есть все кто пишут о том что наша страна имеет совсем другую историю надо просто почитать посмотреть на что они опираются тот же самый Фоменко Иносовский сделали хорошие труды но они как бы не скажу что все они правильно сделали но то что они много фактологии внесли в свои труды это очень положительно с этой стороны поэтому почитайте все что мы говорим в принципе в той или иной мере можно подтвердить в других источниках которые тоже опираются не на пустое место а факты ну и очень много ведь Николай Викторович Левашов имеет достаточно железобетонных фактов на которые мы тоже опираемся много разных источников есть следующий вопрос где сейчас находятся пластинки как они называются их подлинность признана Ремезов где-нибудь указал что Тобольск является столицей в общем то где пластинки находятся я уже в предыдущем вопросе отвечал а Ремезов где-нибудь указал что Тобольск является столицей тоже не совсем понятный вопрос может где-то и указал мне неизвестно скорее всего указывал вообще есть Ремезовская летопись где полностью много городов сибирских на всей территории показано Николай Викторович ее показано на одной встрече там в принципе подтверждение что Тобольск является столицей то что вокруг него пять кругов таких центрических это такая же энергетическая защита как и вокруг Асгарда Ирийского была и это и подтверждает что вокруг других городов таких концентрических кругов нет и ворота обозначены в Москве в сторону столицы красные ворота как раз по направлению на восток можно сопоставить и предположить хотя предположение тут мало вероятно конкретно что Тобольске есть столица раз там указано что вокруг защита энергетическая просто когда это не знаешь поэтому такая же как и Асгарда и получается что Тобольске являлся столицей хотя бы поэтому ну конечно если поняли что когда разрушен был Асгард Ирийский то столицу перенесли в Тобольск и только после этого она была столицей небольшой промежуток времени вот следующий вопрос необходимо чтобы на каждый факт указывался источник а я уже отвечал на все заданные вопросы Николай уже дал ответ читайте внимательно это кто то комментирует видимо чей то вопрос следующий следующий тут спрашивают где будет проходить конференция в каком городе по какому адресу уважаемый Алексей Соколов скажите пожалуйста где будет проходить конференция то есть в каком городе и по какому адресу не знаю какой смысл это имеет но вот в Омске мы находимся из Омска вот происходит эфир в центре города на улице Арджиникида достаточно будет если кто то следующий вопрос покорение Сибири российской державе под Сибирью понимается великая тартария под российской державой московская так в принципе почти так действительно российская держава она присоединяла территории восточных за Уралом очень долгое время и поэтому тут можно ответить что так хотя не совсем так потому что под Сибирью понимается не великая тартария а великая тартария это была вся территория страны а Сибирью некоторая другая часть называлась и опять таки в разное время по разному одно из названий Сибири была территория которая на севере Урала до Волги вот небольшой кусочек который Ермак якобы покорил и якобы присоединил к Москве хотя он ее конечно присоединил но цель его была в принципе не для того чтобы присоединить а для того чтобы восстановить старые традиции и старое мировоззрение на этой территории и исключить на этих территориях уже внесенное христианство и ислам его была задача такая вот ну в принципе она не противоречит задаче присоединения территории вот ну еще какие то вопросы у нас по-моему ну в общем вопросов больше не вижу поэтому слово сейчас напоследок модератору предоставим и он уже завершит так скажем последний штрих благодарю за внимание ну вот и подошла к заключению первая часть нашей конференции надеемся что потраченное время мы сегодня потратили не зря еще раз хотелось бы указать вам ссылочки здесь вы можете также зафиксировать их кроме того видео конференция будет выложена вы потом вновь можете послушать нас вновь можете пройти по ссылкам всех приглашаем на вторую часть нашей лекции артефакта древней Руси информацию об этом читайте на сайте ключи познания всех благодарим всего доброго до свидания до свидания и